Добрый вечер. Добрый вечер. О, очень хорошо. Вы знаете, у меня такое чувство, что сегодня будет замечательный вечер. Вы согласны? Да, у меня такое чувство, потому что в воздухе радость. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Иисус, за это время. Мы молимся, благослови Своих людей и глубоко ободри через Своё Слово. Посети нас Духом Святым. Спасибо, Господь. Во имя Твоё мы молимся. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, Исайя 60. Мы продолжаем в теме света. Первый стих. Арисе, shine, for your light has come on the glory of the Lord is risen from the world and world. Пусть, Кироминя. Восстань, светись Иерусалим, ибо пришёл свет Твой и слава Господня. Восстань взошла над Тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над Тобой высияет Господь. Мы видим сейчас ослепление. Мы видим тьму. А над Тобою высияет Господь, и слава Его явится над Тобою. И придут народы к свету Твоему, и цари, к восходящему над Тобою сиянию. Прекрасные стихи. Это Исайя 60, с 1 по 3. Что происходит? Кому какое дело? Всё равно тьма покроет эту землю. И мрак покроет народы. А что насчёт нас? Над нами воссияет свет. Вы помните, когда израильский народ приходил из Египта? Тьма была над всей землёй Египетской. Но только над землёй Египетской сиял свет. Вам не кажется это удивительным, что мы не под этим миром? И благодаря тому, что Иисус с нами, над нашей землёй всегда свет. И нам не нужно бояться тьмы. И этот мрак над народами. Мы можем ходить во свете и иметь радость. В эти последние дни. Знаете, что мне понравилось из проповеди пастора Дадидиса? Послушайте, что он сказал. Я верю, что в этой конференции некоторые люди услышат призыв от Бога быть проповедниками и пасторами. Помните эту часть? Некоторые люди на этой конференции скажут «Господь, я не знаю, но что-то в моём сердце происходит. Пожалуйста, веди меня и дай мне смиренное сердце быть под пастором-учителем и обучи меня Твоему посланию благодати. И я хочу быть Твоим сосудом». Как прекрасны пасторы благодати. Вы согласны? Пасторы благодати, у которых есть послание благодати, они могут начать в благодати, продолжать в благодати и завершать в благодати по благодати Божьей. И если они упадут, они примут благодать и встанут. И никогда не изменят своё послание. Вы слышите? Никогда не изменят своего послания. Это прекрасно. Как миру этому необходимы такие люди. Когда кто-то к вам подойдёт и скажет «Я не знаю Иисуса, но научите меня, ведите меня, используйте меня». И я верю, что некоторые люди скажут эти слова Богу на этой конференции. И всё это – работа Иисуса Христа. И во 2-м царстве, 4-й царстве, говорится, во 2-й главе, «Чего желаешь? Дух, который на тебе, пусть будет на мне в 2 раза». Помните это? В 2 раза больше. Потому что я хочу духовных вещей. «Я видел Бога в твоей жизни, и я хочу, чтобы Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илья мог бы спросить, «А ты не боишься, что на тебе будет вдвойне этот Дух?» «Эй, смелые головы!» «Давайте!» «Я очень ободрён тем фактом, что кто-то из них был пляшивым, то есть мало волос имел». Вспомните Алисалома. У него было 2 килограмма шикарных волос, но на них он повес, был повешен. «Пусть я буду пляшивым, но буду человеком благодати. Я буду говорить, что моя красота – это Сам Иисус Христос. И моя пища – это Слово Божье, которое есть Дух и Жизнь. и мое знание – это мудрость Божья. Это Слово, которое работает в любви. Это моя красота. Не Алисаломова красота, который был совершенен, но шёл против своего отца, но шёл против мужа Божия. Пустой человек. Но мы... Ух ты, с Иисусом! Это так прекрасно. Мы во свете Божьем. Спасибо! И благослови вас Господь! Здравствуйте! Как здорово быть здесь! Вы знаете, что у вас есть огромный призыв, великий призыв? У нас есть удивительный призыв. И я хочу поделиться немного об этом. Давайте прочитаем из Ефесянам 4 глава, 1 стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Ефесянам 4 глава говорит о том, как нам ходить в призыве. Но Ефесянам с 1 по 3 главу говорится о призыве, который мы приняли. Это ваш призыв, мой призыв. Это призыв церкви. И этот призыв, это наивысший призыв, который может быть на земле. И этот призыв гораздо выше, чем призыв быть премьер-министром. или президентом. 1 Иоанна 3, 1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это титул Дети Божьи. Это наивысший титул во Вселенной, который может иметь творение. Существуют мощные ангелы. Есть власти, есть архангелы. Но быть чадом Божьим, Детем Божьим, это гораздо выше. И это то, кем мы являемся. Мы дети наивысшего Бога. И мы призваны быть ими. И здесь говорится, мир не знает нас, потому что не познал Его. Если бы мир знал Иисуса, если бы мир преклонился пред Иисусом, Он бы тогда познал, узнал нас. Но мир не знает нас. Но у нас есть наивысший призыв. Жизнь христианина не должна быть сложной. Это жизнь и хождение в призыве. Хождение в любви Божьей. Хождение в благодати Божьей. Это быть тем, кем мы являемся. И Господь Христос превыше всех властителей мира. Сил и начал. Это и вся нам первая глава. И все под Его ногами. А церковь под Его ногами? Находимся ли мы под ногами Христа? Нет. Ответ – нет. Мы не под ногами Его. Мы в Нем. Мы по правую руку от Отца. Мы на троне. И это вечный статус. Это привилегия. И также власть, которую мы имеем. Духовная битва. Состоит в том, что сатана и демоны пытаются ослепить нас в отношении того, кем мы являемся. И не тем, кем мы на самом деле являемся. Эфисянам 1. С 1 по 14 стих. Там говорится про все духовные дарования, которые мы приняли. Мы такие богатые. Мы приняли так много. И потребуется вечность, чтобы выжить это из нас. Потому, что мы имеем вечные духовные благословения. Эфисянам 1 глава с 15 по 23 стих. Есть здесь молитва. Чтобы у нас также был и дух мудрости и откровения. Премудрости и откровения. Чтобы мы видели, кто мы есть. Чтобы мы видели, кто есть Бог. И чтобы мы наслаждались тем призывом и жизнью, которую мы имеем. Чтобы у нас была вот эта удивительная тождественность. Мы не живем, идя по направлению к нашей тождественности. Но мы живем в нашей тождественности. И в форме голубя сошел на него Дух Святой. И небеса отверзлись. И глаз с неба. Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И это было откровение о том, кто Он. Конечно, мы понимаем, что это было для других. Но также это было для Него, потому что это живые взаимоотношения. Это Мой возлюбленный Сын, в Котором Мое благоволение. И когда Иисус отправился в пустыню, у Него была духовная битва. Сатана явился Ему. И первое слово, которое исходит из Его уст. Если ты Сын Божий. Если ты Сын Божий. Если. Если бы это откровение было забрано от Него. Если бы это откровение было забрано от Него. то мы не сможем ходить в той силе, которую имеем. Христианская жизнь не должна быть сложной. У нас прекрасный призыв. 20 лет назад или около того, когда пастор Шаллер еще жил с нами в Будапеште, пребывал с нами в Будапеште. Неподалеку от церкви было место, где мы обедали. И оно называлось «Грязная ложка». Это не официальное название, конечно же. Но мы его... Некоторые из нас, мы так называли его «Чумазая грязная ложка». И мы туда часто ходили покушать. И когда вы заходите и проводите там 20 минут и выходите, то на протяжении следующего часа вы просто чувствуете этот запах из грязной ложки, из этого кафе. Это не было... Это не сложно. Вы там были, и вы теперь пахнете этим. И такова христианская жизнь. Она не сложная. Мы в присутствии Божьем. И Дух Святой в нас. Мы во Христе, и Христос в нас. Мы чадо Божье. Мы дети Божьи. Мы не сироты. В мире есть сиротливый дух. Дух сиротства. Люди сражаются. Они злые. Они боятся. испытывают успокойство и стресс. Пытаются продвинуться вперед. И есть всему этому корень. И он заключается в этом духе сиротства. Оно так пахнет, что люди, сироты, они в этой огромной вселенной, и они одиноки. И они чувствуют, что никто по-настоящему не заботится о них, и по-настоящему не знает их. Но для нас все ровно противоположно. Бог за нас. Он заботится. И Он осуществил все волосы у нас на голове. Он знает наши мысли и молитвы, прежде чем мы их произнесли. Он знает наши вхождения и выхождения. Взлеты и падения. И Он даже знает то время, когда мы были в очреве матери. И все наши дни записаны в книге Его. И даже сколько нам дней отведено. Он так близок к нам. И Он всемогущий Бог. И Он наш Отец. И мы утешаемы. И это такая привилегия быть Его детьми. Быть чадом Божьим. И когда мы в этом мире живем, на нас есть этот запах. Хороший запах. Это приятное благоухание Христа. Наш призыв находиться с Ним и являть собой Его. Аминь. Аминь. Думаю, сейчас нам стало более понятно. Чудо этого. И сила этого. Работа. Благодать. Послание. Откройте со мной, римлянам, первая глава. Я хочу немножко изменить. Давайте 19 главу Евангелия от Иоанна. 38 стих. После сего, Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса. Кто из вас знает, кто был Иосиф из Аримафеи? Кто-нибудь на обед с ним ходил? Как хорошо вы его знаете. Кто он был, Иосиф из Аримафеи? Он был благочестивым. Что-нибудь еще? Он был богатым. Он был богатым. Возможно, он знал пилота. Лично. Но он хотел тело Иисуса. Что может дать Иисус? Иисус ничего мне не может дать. Но я люблю Его. Но он мертв. Но я богатый, у меня есть власть. И я хочу тело Христа. Я хотел бы поразмышлять об этом человеке. Потому что в нем есть нечто глубокое. В его сердце. Иисус не мог дать ему чего-то больше. Потому что Иисус мертв. Но это не важно. Потому что Иосиф из Аримафеи понял нечто. что он любил его. Он был учеником. И когда вы ученик, вы что-то осознаете. Вы видите то, что другие люди не видят. Я что-то вижу в Иисусе Христе. Хотя он мертв. И также он бедняк. Просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пришел и снял тело Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Когда у кого-то есть призыв. Это очень большая вещь, когда у вас есть призыв. Когда у кого-то есть призыв. Это очень глубоко. И это очень могущественно. Когда у вас есть призыв. Иосиф из Аримафеи обнаружил что-то, что более важно, чем деньги. Он обнаружил нечто, что гораздо больше, чем политика. Он что-то обнаружил, чего ранее не обнаруживал. Притчем 22 глава. 22 глава притчей, 1 стих. Доброе имя лучше большого богатства. Доброе имя лучше большого богатства. Доброе имя. Могущественно. Доброе имя. Имя Божье. Самое великое имя. У Иисуса много имен. Его имя Иисус. Его имя Эммануил. Откровением, 19 глава. На нем написано имя, которое никто не знает. Этот стих невероятен. 13 стих. Никто не знает этого имени. Есть нечто, чего мы не знаем. И далее говорится, что его имя, его имя было также Слово Божие. Это его имя. И что же обнаружил Иосиф из Аримафеи? Он обнаружил нечто больше богатств. Он обнаружил имя. Доброе имя. Живое имя. Могущественное имя. Имя, которое вы обнаружили. Когда вы живете в Украине или Румынии и Кипре и Венгрии и Франции и Соединенном Королевстве и так далее. Мы обнаружили имя. И мы слышали о нем сегодня. Оно лучше, чем большие богатства. Доброе имя. Лучше большого богатства. И добрая слава. Лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Я хочу, чтобы два человека поднялись на сцену. Пастор Чаба, спасибо вам. Это богатый. А это бедный. Часто богатый смотрит свысока на бедного. и они встречаются друг с другом. И богатый смотрит свысока. А бедный смотрит снизу. и спрашивает, и спрашивает, как ты этого достиг? Ты успешен. Хотелось бы мне быть таким, как ты. У тебя так много, а у меня нет. богатый. А богатый смотрит свысока и говорит. Он что угодно может сказать. Было бы здорово, если бы они были на равных, и его отношения было на равных. Это было бы здорово, но картина в том, в этой истории Иосиф из Аримафии богат, А Иисус Христос бедняк. И они встречаются. Они встречаются друг с другом. И что происходит? Его доброе имя лучше богатств. Его доброе имя лучше богатств. Это его призыв. Это мой призыв. И это изменяет. Я обнаружил Иисуса Христа, Бога. И Бог был бедным. Не так. Он был мертв. Не просто бедным, Он еще был и мертвым. И Он говорит Я хочу Его. Хочу Его тела. Потому что я знаю Его. Я верю в Него. Этого я хочу. И это то, что происходит с нами. Мы обнаружили нечто большее, чем этот мир. Больше, чем душа человеческая. Больше, чем наш эгоизм. Наши предубеждения, наши предпочтения, наша культура. Мы нашли нечто большее. И это истины и богатства. Спасибо. Спасибо. Да будем мы трудиться на этом поле. Давайте говорить людям. Давайте служить людям. Давайте ободрять людей. Мы об этом слышали. Они обеспокоены. Мир в огне. И есть мрак. И сегодня утром я спросил пастора Джеймса Дедидиса, что делает Бог в Канаде? Или что происходит в Канаде? И он сказал, Бог движет в Канаде. Он движет. Он лучше, чем сама жизнь. Он больше, чем наши страхи. Некоторые из нас обеспокоены в отношении своих детей или внуков. богатые и бедные встречаются друг с другом. И говорится, что и того и другого создал Господь. Господь создал и того и другого. У вас есть и хороший ребенок, и плохой ребенок, но Господь создал их. У вас есть хороший брак, и плохой брак, но Господь создал их. У вас есть успех и падение, но Господь создал это. Я не имею в виду, что Он автор зла. Но я хочу сказать, что Он делает что-то в этом мире. И когда мы обнаружим Его доброе имя, оно изменяет. Мир меняется для нас. И богатый любит бедняка и берет его тело, чтобы надлежащим образом захоронить его. И мы отдаем свои сердца Христу. Не один раз. Но это стиль нашей жизни. И мы считаем и понимаем, как доброе Его имя. Его доброе имя убирает грех. Оно любит меня всегда. Его имя помазывает духом. Оно обучает нас славить. Его доброе имя провозглашаемо в народах. Его доброе имя. Мы нуждаемся в этом. Как мне обучить своего ребенка технологиям и ответственности в использовании технологий без доброго имени его? Или человек, который захвачен словлен порнографией, но добрым именем? Как мы изменяем? Проповедованием, рапсессиями, дискуссиями, молитвенными собраниями. Уходим со своего сиденья, двигаемся, ходим в церковь, любим братьев. Все эти прекрасные вещи происходят благодаря Его доброму имени. Люди могут понимать вас. Куда ты направляешься? В Польшу. Зачем? Потому что там встретятся христиане. А что вы там делаете? Мы сидим на собраниях и слушаем Слово. Мы видим лица друг друга. Мы поклоняемся Богу. Мы ищем направление. Мы хотим слышать о миссиях. Мы хотим верить, что все, что сказано в этом слове, это доброе имя Божье. Это Его имя. И мы хотим это для наших детей и семей Иисуса в нашей жизни. Давайте желать платить цену. Иосиф из Аримафеи проходит через толпу. Он идет, чтобы увидеть Пилата. Проходит сквозь толпу, чтобы увидеть Пилата. Ваше превосходительство. Да. Да, Иосиф. Я хотел бы заполучить тело Иисуса Христа. Оно так много значит для тебя? Он же мертвый. Но я Его ученик. И я знаю, кто Он. Я Его ученик. Разве ты не богач? Да. Но есть большие богатства. Это то, что я обнаружил. То, что мы обнаружили. И это удивительно. Давайте нести послание. Давайте садиться в машины. Встречаться в пиццериях. Стоять на на улицах. В этом нет никакого стыда. Люди раздают купоны на пиццу. А я раздаю трактаты о спасении. И мой небесный Отец платит мне. Каким-то образом. И кому какая разница. Это Его имя. Аминь. Если вы сейчас в Балтиморе, и вы не являетесь верующим человеком, и церкви ваши наполнены, но на самом деле, если вы не являетесь верующим, придите к Иисусу Христу сегодня. Прямо сейчас в этом зале мы услышали удивительные истории вчера. образованный психолог из Англии пять лет назад получил трактат от христианских фермеров. и он не поверил, но он взял с собой. И он впал в депрессию и в алкоголизм. И затем он увидел этот трактат, и он позвонил в организацию христианских фермеров, и он поговорил с Фрузом. Альфрус с Альфрусом. Это настоящий человек, живой человек. Пожалуйста, встаньте. И он приехал в Англию. И этот человек спросил, как мне найти церковь, которая дала мне этот трактат. И этот человек сказал, я алкоголик, я в депрессии. И этот человек был неверующий. Я был неверующий, но сейчас я этого ищу. И этот человек получил номер пастора Элистера. Помолитесь со мной, пожалуйста. если вы здесь сейчас, ищите Иисуса. Иисус найдет вас. Он добрый пастырь. Он найдет вас. Он любит вас. Он для вас. Придите по вере в вашем сердце. Придите во имя Иисуса. Сегодня мы в Европе. И мы видим плоды Твоей работы, Господь. И вся слава Тебе, Господь. Твоему доброму имени. Никто иной не сможет ничего подобного сделать. Никто из нас никогда бы не сказал этих вещей. Никто из нас не имел бы столько силы и желания и влияния. кроме Тебя, Живого. Ты не мертв. Ты жив. И ты любишь. Ты любишь. Возможно, здесь кто-то есть в зале, который говорит в сердце своем. Божье имя лучше моего греха. и я хочу его. Я хочу иметь это. И я хочу возрастать в этом. И я хочу обучаться. И я хочу подчиняться. И я хочу обучиться вере. И я хочу быть послушным и доверять Тебе. И отвернуться от своих путей моей грешной жизни. моей пустой жизни. Моей эгоистичной жизни. И я обнаружу Тебя в своей жизни. Не по воскресеньям с утра, но я буду... Я обнаружу Тебя все время в своей жизни. И я буду обнаруживать Христа все время. все дни жизни моей. И за веры в Тебя. Потому что церковь мне окажет помощь. Пасторы обучат меня. И молитвы будут... На молитвы будет отвечено. И я хочу иметь нечто, чем могу поделиться со своей семьей, со своими соседями и людьми, которые меня не понимают. В школе, на работе. У меня есть служение, потому что мы приняли его. Мы не стыдимся Евангелия. это сила Божья для спасения. Помоги нам, веди нас. Благослови это лето. Летний урожай, чтобы выигрывать больше. И это Твое дело. Каждый человек, каждый родственник во имя Твое, во имя Иисуса, мы молимся. О, благодарение Тебе, Господь. Благодарите Его. Спасибо, Иисус. Да, Господь, у Тебя доброе имя. Мы любим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим. Во имя Твое, мы молимся. Аминь. Спасибо, Господь, и Аллилуйя. Если вы хотите получить исцеление на этой неделе, пожалуйста, встаньте. Если вы хотите получить исцеление на этой неделе, пожалуйста, встаньте. Я не знаю, как это произойдет, но на этой неделе это произойдет. Иисус, во имя Твое, доброе имя В Твоем имени есть исцеление Все, кто хочет получить исцеление, встаньте Если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, пожалуйста, встаньте Если вы хотите, если вы нуждаетесь в Иисусе, встаньте и скажите Я принимаю Его, я верю в Него Я пойду сегодня домой в Нем, по вере В Его доброе имя Благодарю Тебя, Иисус Благодарите Его, славьте Его, Аллилуйя